Амэн, амэн, аллилуйя, слава нашему Господу, потому что, знаете, то, что раньше происходило до, даже до рождения Иисуса Христа, и пророки то, что возвещали, оно все исполнилось, и поэтому, когда Христос был на Голгофском кресте, он даже сказал одно слово такое уникальное, что он сказал, когда закричал, и «свершилось». О чем он говорит? О том, что «свершилось» все слово, ничто не прошло мимо. Каждая запятая, каждая точка, все свершилось. Амэн. Знаете почему? Потому что это не идол, это не идол, и мы служим не идолу, мы служим какому Богу? Живому Богу. Поэтому мы с вами какие? Живые, все правильно. Так вот, также Иисус говорил однажды такую интересную вещь ученикам. Сказал, что «Лучше будет для вас, если я уйду и пошлю вам кого? Духа Святого». Зачем? Итак, люди прекрасно жили. Зачем Дух Святой вообще нужен здесь, на этой земле? Зачем Он нужен? Для чего Он нужен? Кто мне ответит? Быстренько. Чтобы Он оставлял на истину. Точно? Точно Он оставляет? А если бы Его не было бы? Если бы Господь не послал бы Дух Святого, тогда что произошло? Ничего бы не было бы? Если бы не пришел бы Дух Святой, мы бы все погибли с вами. Мы бы все умерли, потому что мы с вами были безбожниками в мире. Мы были, как написано, преступниками. Вот кто сейчас поднимет руку и скажет, я не преступник. И ведь каждый человек, которого мы спросим, ты преступник? Он говорит, нет, я не преступник. Я хороший человек. Ну, смотрю на тебя, да, ты действительно хороший человек. И даже добрые дела делаешь, добрые поступки. Но все равно человек, если не признает Иисуса Христа как своим личным спасителем, то он преступник, потому что он отходит от заповедей Божьих. Ему не нужны эти заповеди Божьи. Я и так хороший человек. Зачем? Понимаете? Вот, поэтому Дух Святой пришел, чтобы напомнить нам о чем? Давайте я вам открою сейчас. Давайте откроем сразу же. Так, сейчас скажу вам, сейчас скажу. Сейчас скажу. Это написано у Иоанна вроде бы. Да. Иоанна, 16 глава, 7 стиха. Да? Иоанна, 16 глава, 7 стиха. Все в норме? О! Но я истину говорю вам. Лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Амин. И он, придя, что сделает? Обличит мир о грехе и о правде и о суде. В чем смысл? Кто знает? Дальше ответ. Давайте читаем. О грехе, что не верует в меня. Так? О правде, что я иду к отцу моему и уже не увидите меня. Это правда. Что он будет одесную. Где? Отца. Правильно. О суде же, что князь мира сего осужден. Какой князь мира осужден? Сатана. И все его вот эти вот... Кто? Бесы. Вместе с ним тоже осуждены. Так вот, друзья мои, слово говорит нам. Если бы Дух Святой не пришел бы, то значит совершилось бы вот это вот. О суде. Суд. Что князь мира этого осужден. И написано так, что и вместе с ним те преступники, те безбожники тоже с ним будут. Понимаете? Поэтому уже напоминали сегодня о том, что и Господь Бог ищет кого сегодня? Кого? Кто поклоняется Ему в духе и в истине. Амин. Халилуя. Поэтому, ведь ученики, многие, что не понимали, даже когда Иисус и говорил о том, что произойдет на самом деле, в будущем, они даже не предполагали, не понимали. Потому что они хотели, всегда ждали царя, чтобы он где был? Чтобы он был и восстанавливал Израиль. Вы слышите? Восстанавливал Израиль. От римской всей той, что? Империи. Практически они считали, что они были как бы в рабстве. Потому что, ну, заняли их территорию. Вот. И поэтому люди хотели царя, который бы, как ворава, да, взял бы и пошел бы. И повел бы еще народ. Но Иисус говорит, что не ваше время знать времена и сроки. Так или не так? Давайте мы откроем сразу же. Я не буду задерживать, потому что время идет у нас. Давайте Деяния Апостолов сразу же. Деяния Апостолов откроем. Так вы поняли, что лучше было, если Иисус уйдет, или не лучше было? Ну, как он ушел? Хорошо или плохо? Хорошо ушел. Но через какие страдания он уходил? Ведь, знаете, уйти, уйти можно, знаете, захлопнуть дверь и пойти. Ну, у вас. Я пошел, короче, пришлю вам другого. И ушел. Знаете, как все хотят умереть? Как хотят все умереть? Однажды в первой передаче, я не помню, какой-то знаменитый такая передача, не помню, как его звать, он спрашивал у одного... Как же его фамилия-то? Вы все его знаете прекрасно. Познер. Во, Познер. И он спрашивал у какого-то священника. Обычно он сам, говорит, считается атеистом, да? Но он всегда спрашивает в конце, спрашивает у всех. Так, что вы скажете, когда вы придете к Богу? Что вы скажете? Обычный вопрос такой. И вот у одного священника задал вопрос. Я сейчас не помню, как его звать. Священник одного. И вот у нас священника тоже самое спрашивает. Как вы хотели бы умереть? Он говорит, ну, как все, в принципе, люди хотят умереть. Ну, нормально, спокойно, где-нибудь в кровати, всем попрощаться и так далее. То есть, ну, в принципе, чтобы все успеть сделать. Вот. Чтобы так, знаете, без боли. Все, чтобы... Все мы так хотим, конечно же. То летальный исход, да? Как мы с вами говорили. Вот. И человек уходит. Он говорит, а что... И спрашивает у него. Так что же вы скажете, или что спросите у Бога, когда вы пристанете? Он интересную мысль такую сказал. Вот я спрошу, где наш дорогой этот познер находится? Ему прямо в глаза. Чтобы человек, каждый задумывался. Каждый будет проходить этот путь. Перейдет этот черту. Неважно, веришь ты или не веришь. Но в любом случае, как ты задаешь вопрос. Хоть ты атеист, не атеист, но ты спрашиваешь. Значит, веришь где-то там глубоко, пускай. Но в любом случае, ты когда-то предстанешь пред самим Господом. И вот тогда ты будешь тоже давать отчет перед Богом. За все свои поступки, за свои все деяния и так далее. Правильно это или нет? Аминь? Аминь, аллилуйя. Я прожил 50 лет, знаю, что говорю. Уже полтинник. Кто-то за голову берется. Я когда-то был молодым и думал. В 50 лет, ну старики. И доживу, не доживу, кто его знает. И каким я буду, кто его знает тоже. Да, мы не знаем. И что я буду делать в это время, тоже не знаю. Поэтому, но об этом мы еще потом поговорим. Вот, друзья мои, давайте откроем деяние апостолов. Да, мы вспоминаем, как Иисус уходил, да? Он же не говорил, что я хорошо уйду, красиво уйду. Нет, в страданиях. Поэтому ранами его, написано, мы исцелены. Друзья мои, это очень важно. Запоминать так. Деяние апостолов, 1 глава. 1 глава, 3 стих. 1 глава, 3 стих, да. Я хочу, чтобы вы запоминали то, что мы читаем с вами. Он был 40 дней. После чего? Когда он, когда Бог его воскресил из мертвых. И он пришел к людям. Он показывался. И, что самое важное, написано, что со многими верными, что? Доказательствами. Пусть любой атеист, вы так и говорите, загляни в деяние апостолов. Любой человек, который 40 дней постится во времена... В чего он постится? Ну, православные люди. В Пасху? В Пасху постятся. 40 дней, да? Вот, о чем нужно говорить, что происходило на этой земле эти 40 дней. Со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о чем? О Царстве Божьем. Поэтому человек должен размышлять о чем? О Царстве Божьем. Дальше. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. И все равно люди до последнего не понимали. Что же произойдет? Давайте, да, ладно, я не буду своими словами. Уже, в принципе, сказал. Давайте дальше прочитаем. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Дальше. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля? Друзья мои, мы живем в прекрасное время сегодня, когда мы видим, как Бог сегодня восстановил Израиль. И Он восстановил его в 48-м году. Амин. Эти пророчества все сбываются, которые были написаны у Еремея и также у Езекииля. Друзья мои, мы сегодня живем в такое время, когда мы смотрим на Израиль и получаем откровение. Если мы будем смотреть на Израиль, на его народ, мы будем получать большое откровение. Друзья мои, они говорили, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля? Дальше. Дальше идет ответ. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне... Вот самое важное. Когда сходит Дух Святой на человека, то кем он становится сразу же? Свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самаре. И даже... Это касается всех нас. И даже до края земли. Амин. Так вы сегодня сказали, какой сегодня день? Почему? Господь был здесь 40 дней. Амин. 40 дней. Но он сказал, что через некоторое время вы получите Дух Святой. Помните, я как-то говорил, что праздник нельзя игнорировать. Если мы игнорируем что-то, что-то Божье, то мы с вами начинаем... Знаете, как сказать? Как-то, да, не понимая куда, что и как, в общем-то. Поэтому Бог, если заповедал, даже сказал, что... Я о чем сейчас говорю? Просто не о том, что праздники, не праздники, но чтобы вы поняли суть. Все, что происходило, это Божий календарь. Каждый праздник, это Божий календарь. В каждый праздник происходит нечто удивительное, и происходит воля Его. Не наша воля. Его. Поэтому мы живем по воле Его. Поэтому, когда Иисуса распяли, в какой день? На Пасху. На Пасху? На Пасху? Мы все знаем, что происходило в Пасху. Вы помните, как народ выходил из Египта? Что там было? Он сказал, что возьмите анса и... Кровью косяки, съешьте его. То есть, Бог начинает выводить свой народ. Это было на Пасху. Это Пасху, он сказал, что вспоминайте, помните, и до сих пор мир, что делает? Помнит. Вспоминает и соблюдает. Аминь. Потом они ушли в пустыню. Сорок дней они были в пустыне. Сорок дней. И дошли до горы. Какой? Синая. Что происходило на горе Синай? Я задаю вопросы, вы сами отвечаете. Что происходило на горе Синай? Бог давал заповеди. Сколько заповедей было? Десять. Потом он стал давать определенные законы. Кодекс, устав для человека, как правильно нужно жить. Поэтому, благодаря израильскому народу, благодаря их Богу, мы сегодня имеем законодательство. Мы сегодня имеем закон для каждого человека в каждой стране. Даже в Европе и в Америке. Вы знаете, что когда страна Америка образовывалась, она все образовывалась на законах Божьих. Поэтому все они говорили над Словом Божьим. Клялись над Словом Божьим. Суд не происходил никакой без Слова Божьего. Библия была всегда впереди на первом месте. Но сатана еще тоже есть. Но князь мира, он осужден, правильно? Поэтому он все искажает, извращает. И поэтому он все портит. И поэтому он очень вкрадывается медленно, но... Как сказать? Медленно, но... Ему кажется, что... Медленно, но... Как это слово-то? Уверенно, да. Как будто бы уверенно для него, да? Но на самом деле для того, чтобы искушать нас. Поэтому мы читаем... Не то, что читаем, а молимся. Не веди нас в искушение, да? Не дай нам впасть в искушение. Но избавь нас от кого? От лукавого. Потому что лукавый лезет везде. Мы сюда, и он сюда лезет. Мы на работу, и он на работу. Мы на учебу, и он на учебу. Он везде лезет. Мы в Библию, а он нам тоже шепчет. Вот тут так написано. А это вообще можно закрыть. Вообще усни. Не смотри. Вообще спи. Ай, вообще лучше иди. Кино посмотри. Так надежнее будет. Спокойнее будешь спать. Так вот. Сорок дней, друзья мои. Поэтому Иисус Христос сколько дней был здесь, на этой земле? Сорок дней. После чего? После того, как произошла Пасха. То есть, когда его распяли на кресте. Понимаете, что каждый праздник происходит что-то чудесное. Может быть, для человека сегодня непонятно, но Господь являет именно свою благодать, свое благословение в каждый праздник. Мы поэтому должны следить за каждым праздником, потому что в каждый праздник что-то происходит. Так вот, что же сегодня, на самом деле, с 8 по 10 происходит? Не мое дне рождения, нет. Тоже, да, но сегодня праздник какой? Пятидесятница. Это переводится, это как на еврейском языке, шавуот. Он так называется, шавуот. Почему они празднуют шавуот? Евреи празднуют шавуот. Почему? Иудеи. Почему празднуют? Потому что Бог давал на горе Синай заповеди. Давал законы. Поэтому они празднуют. Это само слово Божье было спущено с небес на землю. То есть, это мудрость Божья. Запомните. Мудрость Божья, которая дана была человечеству. Евреям, которые жили менталитетом египетским. 400 лет они вытащили оттуда все, что возможно, именно богов. Богов. И поэтому мы вспоминаем, что они сделали, поставили тельца, которому стали поклоняться. Правильно? И это неправильно перед Богом. Поэтому Бог посмотрел на это все безобразие, на эту мерзость. И поэтому сказал, что я же вывел вас. Я. Они видели все, что Бог делал. Все, что Бог сотворил. Но опять же, что сделали? Совратились с пути Господня. Так вот, Господь стал давать эти законы. Стал давать через 40 дней. Поэтому мы с вами только что прочитали. Что Иисус сделал, когда воскрес из мертвых? Что Он делал? Как Бог ввел израильский народ 40 дней из Египта до горы Синай, то же самое Иисус Христос был воскрешен и ходил в народе с доказательствами о том, что происходило раньше. Поэтому 40 дней эти говорят о том, что Господь выводит теперь именно опять же из Египта. Египет никуда не исчез, друзья мои. Египет может здесь жить, здесь жить, везде. Этот мир весь египетский. Поэтому Он выводит этот народ опять на свободу. Понимаете? И что теперь Он говорит самое важное? Но теперь ждите обещанного. Что? Мы все прекрасно понимаем теперь, что происходит в празднике Шоу От. Шоу От превошло заповеди, законы. Да? Аминь? Так или не так? Понимаете, да? Я сейчас просто быстро, ну, я могу вам открыть это место Писания. Давайте тогда, ладненько, быстренько откроем. Это написано, Исход 20 глава. Исход 20 глава. Вот если вы будете читать с 1 стиха, то Господь начинает говорить, перечислять, что народ Божий должен делать. Аминь. И вот 18 стих. Когда он уже прослушал Божие намерение, весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, весь народ отступил, встал вдали. Что происходило, друзья мои, как сходит Дух Святой. Поэтому люди испугались. Все, что происходило раньше, происходило потом в Деянии Апостолов, в начале. Я просто хочу, чтобы мы сверяли, что происходило раньше, и что происходило потом уже, когда Христос уже воскрес из мертвых. Понимаете, да, о чем мы сейчас говорим? Так вот, он видел, как Господь говорил с народом. И народ отступил, и стал вдали, то есть от страха. И дальше, дальше, 19-й. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Видите, как страшно, когда человек впадает в руки Бога Живого. И так же в Писании написано, что апостол Павел знал, о чем говорил. Потому что люди боятся, когда люди говорят с Богом. Поэтому Дух Святой и дан для того, чтобы нам не бояться, друзья мои. Поэтому он сказал, что я вам не дал Духа Страха. Не Духа Страха. А чтобы, наоборот, утешал вас, наставлял вас, вразумлял вас, обличал вас, ну и так же и вел вас. Амин. Поэтому, вот он и сказал, что ждите теперь обещанного. И через 10 дней, буквально, все знали прекрасно, что будет происходить праздник в это время. И они все были нужны вместе на праздник в Иерусалиме, на праздник Шевуот. Когда должно было произойти что? Когда они вспоминали заповеди, когда они вспоминали законы все и так далее. То есть они эти праздники праздновали. Поэтому в этот чудесный праздник сошел... Кто? Сошел. Дух Святой. Деяния апостолов. Давайте откроем быстренько. Деяния апостолов. Я знаю, что вы знаете все. Но я хотел бы, чтобы мы уже понимали, почему это происходило, от чего, что за праздник. Почему именно в праздник? И опять же в праздник, друзья мои. Поэтому не пренебрегайте никогда Божьим праздниками. Вы знаете, что есть праздники, какие? Семь праздников в году от самого Господа. Поэтому если мы знать будем каждый праздник, мы знать будем события, которые происходят в нашем доме, в наше время, в наше поколение и так далее. Понимаете? Если человек не знает, если он не понимает, то он далеко отстоит от самого Бога. Ну просто далеко. Написано так, что вроде бы вы как-то, я не помню точно, рядом, да? Сейчас забыл я. А сердце ваше... А, устами вы ко мне близки. Как бы вы можете прославлять, можете говорить, да, что-то говорить. Но сердце, увы, где? Это я не говорю, это не я говорю, это слово говорит так, это Бог говорит. Но, к сожалению, вы далеко. Почему далеко? Давайте мы еще вернемся к Деяния Апостолов. А мы откроем сейчас Евреям. Евреям. Десятая глава. С пятнадцатого стиха. С пятнадцатого стиха. Десятая глава. Кевреям с пятнадцатого стиха. О сем свидетельствует нам и Дух Святой. Слышите, да? Свидетельствует. Ибо сказано. Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои. Куда? В сердца их. И в мыслях их напишу их. И грехов их, и беззаконий их. Не воспоминал более. Когда у нас произойдет вот это событие, когда Дух Святой сходит, и когда Дух Святой напоминает нам, что Господь положит в наше сердце, в наше сердце законы и в мысли, друзья мои, тогда Он не вспоминает ничего, потому что мы будем исполнителями. Поэтому написано в Писании, я уже так, знаете, быстренько цитирую, что написано так, что нет на таковых законах, кто поступает как? Кто ходит как? По Духу. Кто послушен Духу. Я после Павла всегда говорил, что если только Дух Божий живет в вас, так вот мы должны думать, живет ли в нас Дух Святой, друзья мои. Каждому верующему этому нужно знать и познавать. Живет во мне Дух Святой. Живет во мне Дух Божий. Исполняя ли я волю Его. В чем воля Его. Это очень важно. Поэтому пришел Дух Святой для того, чтобы... Так, еще. Еще. Самое важное, я бы хотел прочитать опять, то, что я вчера даже говорил здесь, на этом месте. Вы помните, да, кто вчера здесь был? Это очень важно. А то вы скажете, ну что вы мне тут говорите опять Израиль, опять праздники, опять... Я просто, знаешь, такой человек, что я не могу пройти мимо ни одного слова. Я желаю, чтобы мы поняли, в чем смысл вообще Бог, что вообще задумал, что произошло, почему Христос пошел на крест, почему мы ранами Его исцеляемся, почему Он послал Дух Святой. То есть я хочу, чтобы мы поняли на все вопросы, которые человек сегодня задает, чтобы мы понимали и могли отвечать на эти вопросы, понимаете? Потому что весь мир сегодня задает эти вопросы. А самое легкое, что ему сказать? Если нечего нам сказать, то он начинает говорить, ну вы, значит, сектанты. Поэтому, друзья мои, вот это слово сектанты должно отлететь у нас, вы знаете, от нас, а пускай прилепляются к тем людям, которые еще не говорят. Те сектанты, которые вообще ничего не знают. Это беззаконники. Так вот, Ефесянам, давайте откроем вторая голова. Ефесская церковь. Вы помните, кому поклонялись Ефессы вообще? О! У них был храм в Ефессии. Представляете, апостол Павел приходит, и в Ефессии стоит храм аж. Артемида. Эфесская Артемида. И они даже говорили, когда услышали Павла, когда он пришел, да, с этим, с Божьим намерением, они, когда услышали слово от Бога, они, у-у-у, Артемида наша, Артемида. Стали кричать, орать, мол, услышь нас, наш храм сейчас разорится, люди вообще сейчас уйдут. А кто больше всего волноваться начал? Которые строили, которым всегда деньги платили, художники все первые закричали. Вау! У нас воруют деньги, бизнес, бизнес, бизнес уходит. Друзья мои, видите, как, что, противоречит даже тем вещам. Ну, например, даже, ну, Бог сегодня, ой, не Бог, а человек сегодня может Бога такого построить, он сам даже не понимает того, что он действительно Божьи слова не хочет слушать, но хочет, знаете, такой бизнес развить, чтобы, ну, как сказать, чтобы быстро, безболезненно, чтобы вот, чтобы Бог не мешал, чтобы церковь не мешала, то не мешайте мне, я вот хочу только вот, 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 и мне, я сейчас, я хорошо, мне хорошо, в общем. В общем, вот, 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 человек хочет быстро построить своего Бога. Так, ладно, давайте, читаем, Ефес, к Ефесянам, откроем, Ефесянам. Ефесянам, вторая глава. Вторая глава, Ефесянам, с одиннадцатого стиха. Вторая глава, одиннадцатый стих. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершенными руками, да, совершаемыми руками. То есть, ну, мы знаем, что в Израиль никто не смог подступиться, то есть, и войти, войти, как сказать, быть присутствием Бога, быть в народе Божьем никак, если ты не сделаешь... Что здесь делаешь? Обрезание, правильно. Так, что вы были в то время без Христа. Понимаете, да? Здесь он расшиб, это тайну, которую он говорит, почитайте Ефесянам, он говорит, я вам говорю тайну. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества, какого? Израильского. Чужды заветов обетования. Не имели надежды и были безбожниками в мире. Вы знаете, когда люди были без Бога, они выдумывали своего Бога. Вы понимаете, сколько раньше было идолов? Сколько было Богов в то время. И люди поклонялись и не имели никакого закона, не имели никаких заповедей от своего, но всегда приносили в жертву кого? Детей. Это был маразм того времени. Некоторые говорили, это нормально. Если мало, еще одного ребенка закинь. И отдавали в жертву детей, для того, чтобы их Бог услышал. Даже орали. Клялись своим Богом. И не впускали даже никого в храм, если он не признает его, как своим божеством. Никаких заповедей, еще раз говорю. Никаких кодексов, никаких уставов. Это Бог молчащий. Это идол, который молчит. Поэтому много таких было. И в Ефесе то же самое происходило и было. Потому что. Почему? Потому что отчуждены были от общества израильского. Друзья мои. И все многие, возможно, понимали, что Бог, Бог Израиля, Он живой Бог. Они не поклонялись никогда идолам. Никогда не строили идолов. Но если начинают строить идолов, то Бог всегда говорил, вы прелюбодейцы. Вы отвратились от Меня и пошли в лукавый род. Почему? Потому что сатана то же самое и делает. Он извращает все. И Он хочет, чтобы люди отходили от чистоты, от святости. И переходили, ну, просто какой-то, знаете, друзья мои, в заблуждение. Поэтому, что же сделал Христос? Христос и пошел на крест для того, чтобы... Давайте читаем дальше. Дальше читаем. А теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие, никогда далеко, стали близки кровью Христовой. Кому? Кому? Мы еще раз читаем. Мы были отчуждены от общества какого? Я хочу, чтобы вы размышляли. От общества израильского. Теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие, никогда далеко, когда нельзя было даже разговаривать с иудеем. Даже говорить на различные какие-то темы. Вы помните, Самарянка? То же самое говорит. Кому? Иисусу, когда он присоединился к ней. Она даже удивилась, что это ты начал со мной разговаривать. Неужели запрещено нам? Запрещено с вами говорить-то. Она удивлена даже была. И начинают там разговор о воде. Она там подшучивает немножко, так знаете. Подкалывает его. Ты что, без ведра? У тебя ведра-то нет. Как ты можешь мне воду-то дать? О, знал об этом эту воду. И когда он начал с ней разговаривать, да, мы можем даже почитать, в принципе. Но сейчас вот об этом говорим. А теперь во Христе Иисусе. Вы, бывшие, никогда далеко, стали близки кровью. Какой? Христовую. Дальше. Размышляйте, друзья. Мы говорили, от общества израильска были отчуждены. Теперь была преграда. Мы знаем, что самаряне с иудеями не общались. Это преграда. Вчера я напоминал тут, чтобы легко понять, вы знаете, ФРГ и ГДР. Помните? Кто помнит такое событие? Вы помните, когда стояла стена? В одной стране была стена ФРГ и ГДР. У одних свои порядки, свои законы, у других свои законы и порядки. Я тоже не знаю историю, но эту стену разрушили потом, да? И что стало теперь? Одна Германия. То есть одна страна. Правильно или нет? Так или нет? То есть разрушили, чем-то разрушили, я точно не знаю, но надо почитать. Я бы сказал вам, но не читал. Забыл, вернее. Мы изучаем этот вопрос, но уже не помним. Все-таки 50 лет, ребят, понимаете, да? Иногда что-то вылетает. Молодежь, вообще, молодежь, что вы улыбаетесь? Вы должны знать. Вы не смеетесь. Молодежь должны знать все. Так вот, ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший, стоящий посреди преграду. Разрушил. И дальше. Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей перешло, куда перешло? В учении. Поэтому мы должны быть всегда на учении, в учении, наставлении слова какого? Божьего. Не моего. Поэтому, друзья мои, что очень важно, я хочу сказать вам. Многие христиане, даже вот, не хочу сказать многие христиане, нет. Но есть, есть такие вещи, которые противоречат слову Божьему. Я лично сам лично встречаю и смотрю, сопоставляю, думаю, как же все-таки далеко людей уйдет. Почему? Потому что Бога мы иногда придумываем сами. Вы поймите. Если мы не понимаем этих всех вещей, мы придумываем Бога сами. Мы даже Христа сами придумываем. Вот именно с таким поведением. Вот он русский. Нет, латыши скажут, нет, он латыш, мы же латыши, он должен так мыслить. Да нет, он цыган, что вы мне говорите? Он из цыганского народа. Американцы по-своему думают, египтяне по-своему думают, каждая культура по-своему думает и размышляет. Вот так христос, христос другой должен быть. Нет, нет, нет. Мы Христа подвели к своему закону, к своим понятиям, к своим решениям. Я художник. Понимаете, я художник. Поэтому, если меня кто-то не понимает сегодня, я говорю, уйди, уйди, уйди. Ты неправильно мыслишь, ты неправильно понимаешь. Друзья мои, как легко очень-то заблудиться, если мы не понимаем, если мы не входим в эту ситуацию Слова Божьего. Друзья мои, мы должны именно понимать Слово Божие. Не свое мышление, не свое понимание. Нет, нет, нет. Мы отчуждены раньше были от израильского общества, теперь мы привиты туда. Поэтому познаем оттуда все. Я не говорю сейчас о традициях, о каких-то определенных культурах и так далее. Нет, не об этом сейчас речь. А о заповедях, которые Бог давал, Он не изменил ничего. Если праздники раньше были, то в праздник все и происходит. Он говорит, что обязательно это соблюдайте. Если вы будете соблюдать, я буду приходить в каждый свой праздник. Это мой праздник. Он говорит, это не ваш праздник, не твой, не ты. Ты еврей? Это не твой праздник. Он не говорил, что это еврейские праздники. Нет, ты еврей? Да. Ты русский? Да. Ты латыш? Да. Ты цыган? Да. А ты знаешь мою волю? Знаю. Какая воля моя? Ну вот и вот, задавайте вопрос. Что есть воля? Так Слово Божье нам сошло. То же самое в празднике, что вот. Дух Святой, мы с вами только что прочитали, Дух Святой сошел для чего? Напомнить. Вы сами говорите об этом. Напомнить. А что Он будет напоминать нам? Что Бог не изменен. Он напомнит нам волю Его. Какая воля Его? И мы должны познавать именно Его. Не какие-то традиции, не какую-то культуру. А то мы, знаете, бываем так. Ну, я не Его культура, я по своей культуре живу, я по своим традициям, у меня свои понимания, свои порядки и так далее. Своя дисциплина и тому подобное. Своя дисциплина и тому подобное. Как правильно жить. Как правильно даже питаться. И об этом всем написано. И люди же научились-то многому вот из этого. Но сегодня они не признают и ставят своих богов в любом случае. А учатся... Ну, вспоминайте, давайте, ладно. Вспоминайте нашего... Русский причем, да. Ленин. Построил коммунизм. Хотел построить, вернее, коммунизм, да. Все разрушил то. Божественное все разрушил. И все заповеди взял оттуда. Ну, лозунги в основном. Все оттуда взял. Так мы можем без Бога построить. Какой умный человек. И все думают, удивляются. Ну, надо же. Откуда же такие фразы-то? Да они и Слово Божьего. Бог учит нас. А сатана сегодня приходит и извращает. Все под себя. Все под себя. Все под себя. И люди, они, знаете, если безграмотные люди, то они, естественно же, конечно же, винтовку. Да, я пошел. У тебя хорошие лозунги. Да, точно. Надо всех убивать. Всех убирать надо. Они не идут в партию. Они не комсомольцы. Они не пионеры. Все расстрелять. Все. Они не нужны. Откуда это? Если ты неверный, откуда это? Все что-то повторяется. Ничего нового нет. Друзья мои, вы подумайте, просто поразмышляйте. Ничего нового нет. Но если мы приходим к Богу, то никакого терроризма нет. Везде покой. Там покой. Потому что мы сегодня в Иисусе Христе. И, что самое важное, Он соединил нас с Своим домом. Он написал, это мой дом. Вы должны понять, что не Россия дом. Не Рига дом. Израиль его дом. Его дом там. Понимаете? Поэтому сегодня, когда мы видим, что Израиль сегодня что делает? Это мы потом разберем, друзья. Разберем. Это в Узекиле написано. Четко. И раньше люди это не понимали. Но сегодня, если мы с вами живем в такое поколение, и не понимаем этих вещей, то мы далеко. Мы далеко. Серьезно скажу вам. Но там такие вещи написаны, что мы сегодня с вами видим, что происходит в Израиле. Поэтому всю обстановку, которую вы хотите узнать в мире, что происходит, смотрите всегда туда. Почему весь мир как раз и вокруг него. Так вот. Дух Святой сошел. Когда теперь? На праздник какой? Теперь вы умные должны быть. Вы теперь знаете. Мудрость пришла. На какой праздник? Запомните. Шавод. Это праздник Пятьдесятницы. Пятьдесятый день. Когда на горе Синаи Бог давал свои законы. И именно в этот праздник, который исправляет сегодня еврейский народ, они празднуют вспоминать и события. Но! Деяние апостолов. Открываем теперь Деяние апостолов. Обратно возвращаемся в Деяние апостолов. В Деяние апостолов. Деяние апостолов. Вторая глава. Давайте. Прямо с первого стиха. Мы все поймем. Мы все поймем. При наступлении дня Пятидесятницы. Все они были днадушны вместе. На еврейском слове. Еще раз. При наступлении дня Шавод. Чтоб узнали. Это праздник. Так? Чтоб запомнили. Это Пятидесятница. Все они были, где нужно. Как? Вместе. Дальше. И внезапно. Сделался шум с неба, как бы ни... Я хочу, чтобы мы с вами вспоминали, о чем мы с вами уже говорили. Открываем исход. Люди стояли. Смотрели. И даже испугались. Потому что Бог с ними стал разговаривать. Бог говорит с ними. И дает постановление устава. Заповеди он давал. Аминь. Было так? Вспоминаем, да? И как это происходило, они даже испугались. Шум, гром, труба, тьма какая-то. Знаете, вот реально это страшно было. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им что? Кто давал провещевать? Дух. Правильно. Дух давал провещевать. Дальше. В Иерусалиме же находились иудеи. Люди набожные из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. Здесь внимательно. Здесь внимательно. Каждый слышал их, говорящих его наречием. Слышите, да? Дальше. И все изумлялись и дивились, говоря между собою. Сие говорящие не все ли галилеяне? Вопрос. Они же все галилеяне. Как же они могут говорить на моем наречии? Каждый латыш, русский, неважно там, ну в те времена другие страны. Я просто говорю сейчас вот. И представьте себе, сходит Дух Святой, а я галилеянин. Я вот русский, сходит Дух Святой, и я начинаю молиться, я начинаю говорить на каком-то языке, и вдруг Индра начинает меня понимать на латышком языке. Не понял, не понимаю, как это так происходит. Что это такое? Дальше вопросы. Дальше. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Без акцента, видимо, все это нормально. Парфяне, и медяне, и ламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, и Понта, и Асии, и Фригии, и Помфилии, и Египта, и частей Ливии, и приезжащих к Киринеи, и пришедшие из Рима и иудеи, и празелиты, и Критяне и Аревитяне, слышим их нашими языками, вообще вы слышали таких вообще народностей-то, ну, представьте себе, сколько Бог знает языков. Вы знаете, а раньше все говорили на одном языке, помните? Но Бог разделил все. Это Его языки. Он знает каждый язык. Друзья мои, никуда не скроешься. Хоть ты лепечи там, все равно Бог знает, что ты мыслишь, что ты говоришь. Языками говорящих, слушайте внимательно, вот здесь они спрашивают, слышим их нашими языками, да? Говорящих о чем? О великих делах Божьих. Слушайте. Слушайте, что они говорят. Там не анекдоты идут, там не просто лепет идет, там просто идет откровение. И поэтому человек, когда слышит, начинает на своем изрунном языке, он понимать начинает кого? Бог говорит, вы понимаете? Бог начинает говорить. О чем? О чем Дух Святой говорит, провозглашает? О делах Божьих. Не о твоих делах, а о Божьих делах. То есть для чего и однажды Иисус сказал, что я пошлю вам другого утешителя. Вот как раз утешение приходит человеку через Слово Божие. Поэтому он говорит, что в Иисусе Христе вы будете и найдете покой именно только в Иисусе Христе. Почему? Потому что наша жизнь сокрыта в Иисусе Христе. А Иисус Христос где? Владисную Бога. Друзья мои. А в нем законы жизни написано. Законы жизни. И поэтому, когда Дух Святой приходит, он излагает уже, как Иисус говорит, он будет говорить то, что я ему буду передавать. То, что мне Бог уже однажды передал. То, что я уже говорил. И поэтому Дух Святой придет для того, чтобы нам это напомнить опять и вновь, и вновь. Не о царстве идет речь, то есть, не идет речь о царстве земном, чтобы восстановить Израиль. Вот он сейчас восстановился. Слава Богу, аллилуйя. Мы это видим. Вы видите это или не видите? Или вы не видите? Или вы только видите, чтобы у меня только, вот мой мир только был в моей семье, и больше ничего я не хочу вообще видеть вообще. Что там происходит и так далее. Нет, нет, нет. Так нельзя думать, размышлять. Мы должны быть. Так вот, о великих делах Божьих. Они спрашивают о великих делах Божьих. Дальше. И изумлялись все, и недумевая говорили друг другу, что это значит? Вопрос. Что это означает? Не могли понять никак, что это означает. Ну, и дальше. А иные, насмехаясь, ну, ничего не изменилось, сегодня такие же люди есть. Да? А одни спрашивают, что это означает. Не понимают, что происходит. Но хотят понять. Оно сложно понять. Своим умом сложно понять. Без Духа Святого сложно понять. А иные, насмехаясь, говорили, они напили сладкого вина. Опьянили. Пьяные прям были. То есть, они были исполнены Духа Святого. И дальше. Вот Петр, встав с одиннадцатью, возвысил голос его и возгласил им. Вы помните Петра? Петр однажды даже отрекся от Иисуса Христа. Он даже клялся и божился, что я его не знаю. Он не хотел знать, возможно, такого Христа. Как некоторые люди сегодня тоже так же и мыслят. Не хотят такого Христа. Только добро, только любовь, только понимание. То есть, чтобы меня понимали. Я хочу, чтобы меня увидели. Я хочу, чтобы меня ублажали. И так далее. Поэтому, когда Христа вели на распятие, побили его, он не понимал многих вещей. Но когда сошел Дух Святой, поэтому Иисус сказал, что сейчас ты не понимаешь ничего, Петр. Но придет время, придет момент, когда ты все поймешь. И поэтому сходит Дух Святой, и он возгласил им и говорит, мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте, слава моим. И вот дальше начинает проповедовать из книги Иоиля. Не своего Бога Петр выдумал. Не по своему пониманию он так думает. Вот так вот надо, вот так вот надо. Как у нас сегодня многие делают. Друзья мои, ничего он не выдумывал. Но Дух Святой пришел вовнутрь его уже, и начинает Дух Святой проговаривать через Петра. Понимаете? Он был исполнен Духа Святого. И поэтому он напоминает уже из книги Иоиля. Откуда он понимал эти слова? Откуда он вспомнил вдруг? Он вспоминает. Еще раз хочу, чтобы вы поняли. Я уже потеть начинаю. Но чтобы вы поняли. Дух Святой, еще раз повторите, что он делает? Скажите еще раз. Что он делает? Напоминает. Он напоминает. Если я ничего не знаю, то... Если он даже тебе и скажет, ты не поверишь. Если даже он будет говорить тебе, ты не поверишь. Потому что ты не знаешь Слово и волю Отца Небесного. Вот почему он соединяется со Словом Божьим. Это очень важно. Именно в день Пятидесятницы, когда давались все заповеди и законы для человека, то сходит сегодня Дух Святой и дает то же самое чудесное откровение для всех народов. Через имя Иисуса Христа теперь Духом Святым он проникает в любую культуру. Будь ты русский, будь ты латыш, будь ты цыган. И у нас объединяется одно. Почему мы в единстве? Почему мы в единстве? Мы не говорим так. У меня Бог свой, у тебя свой. Короче, давай гуляй. Иди. У меня там свое, а у тебя свое. Почему мы едины? Что нас объединяет? В первую очередь Дух Святой объединяет нас. Дух Божий нас объединяет. И Слово Его. Аминь. Поэтому мы радостные такие. Поэтому мы счастливы. Поэтому мы встречаемся, обнимаемся. Поэтому мы и живем так, знаете, радостно, счастливо. Потому что мы в единстве через Иисуса Христа. Через эту великую жертву. Аминь. Аминь. Поэтому Дух Святой сошел на эту землю именно в этот день. Поэтому Иисус сказал, что ждите, что обещанного. Если Бог обещал, то Он исполнит. Если Бог обещал, то Он исполнит. Вы счастливы и радостны, когда вы получаете Дух Святой? Или нет? Кто имеет Дух Святой? Что, пять человек? Иногда задаю вопрос, люди сомневаются, имеет ли Он Дух Святой или нет. Во время пребывания полоса в Каринфе Павел, пройдя верхние страны, Прибыл в Эфес Мы вспоминали все этот Эфес Эфес вообще прославился своей Артемидой И все эти Артемиды все знали Даже приходили поклоняться ей из других городов Но в основном в каждом городе В каждом городе были свои боги Вы понимаете, что произошло? Если бы не Иисус Христос Если бы не этот Агнец И если бы не Дух Святой Мы бы жили со своими богами, своим мышлением, своими традициями, пониманием И воевали бы до сих пор И не было у нас никаких границ Все перекрыты были бы И все равно бомбили бы друг друга Убивали бы друг друга Понимаете? У нас свой бог И у каждой страны есть свой бог У каждого народа есть свой бог А бог явил себя самого Живого И объединил И поэтому сказал, что разрушьте всех этих богов Они теперь все Не нужны Поэтому и Все люди, которые там были Находились в Иерусалиме Они услышали Галилеян Всех говорящих на их наречии И все стали удивляться Изумляться Что же на самом деле происходит И вот во время пребывания Аполлоса в Каринфе Павел, пройдя верхние страны Прибыл в Эфес И найдя там некоторых учеников Дальше Некоторых учеников Сказал им Приняли ли вы Святого Духа у веровов? Они же сказали ему Мы даже не слыхали Если Дух Святой Он сказал им Во что же вы крестились? Они отвечали Во Иваново крещение Дальше Павел сказал Иоанн крестил крещением покаяния Говоря людям Чтобы веровали В грядущего по нем То есть во Христа Иисуса Да? И Услышав это Они крестились Во имя Господа Иисуса И дальше И когда Павел возложил на них руки Не шел на них Дух Святой И они стали говорить Иными языками И Что делать? Пророчествовать И вот мы тоже вспоминаем Пророчество то же самое Когда Дух Святой сходит Мы все начинаем быть назиданием Потому что Господь Дух Святой начинает нас назидать Да? И поэтому Там они тоже Так же начинают пророчествовать Что значит пророчество? Это о том Что ты начинаешь Проводглашать Делам Божьи Друзья мои Это очень важно понять Почему мы когда Мы молимся на них на речьях Кто имеет на них на речья? Никто не имеет что ли? Один только я что ли имею? Я который иду Так и вот Нет Ну есть разница все равно Кто-то принял А не принимаю следующие Следующий этап не приняли Ну есть такое Так вот Кто имеет особенно Написано что А вы Друзья мои На святейшей вере Вашей Назидая Моляясь Духом Святым Правильно? Поэтому Дух Святой Нас и наполняет Поэтому мы исполняемся Духом Святым Так вот Что очень важно понять Дух Святой всегда напоминает Когда ты начинаешь изучать Слово Божье Дух Святой соединяется И присоединяется с тобою Если ты ничего не изучаешь Друзья мои С кем ты соединяешься? Бог Еще раз повторяю вам Бог ищет каковых Кого Он ищет? Которые поклоняются В Духе и Еще раз скажите Еще раз Если Дух Божий у вас То Он будет напоминать Всегда вам Об этой истине Если вы будете ходить В Духе и в истине Бог ищет таковых Ну и Сатана тоже ищет А Сатана кого ищет? Кого Сатана ищет? Кого ищет? Украинцев? А, Сатана В первую очередь Он ищет так Правильно Иисус напоминает об этом Как раз и говорит о тех людях Которые Слышат Которые даже ходят в церковь Он приходит обокрасть Обмануть И убить В первую очередь Он христиан обманывает А кого Он обманет? Те, которые живут как? По плоти Поэтому Он говорит Умрете, если будете жить по плоти И поэтому Князь мира осужден Дух Святой напоминает Что Князь мира этого осужден Поэтому Кто будет жить по плоти Тот умрет вместе Будет осужден вместе с ним Почему? Потому что Он обманывает Он приходит Реально обманывает И Он даже хотел обмануть Даже Христа Но не удалось Почему? Потому что Он все говорил как? Написано Он говорил По Слову Божьему Даже Он говорил Потому что Сатана Он тоже знает О чем говорит И Он знает Как совращать людей Он Написано Какой обольститель? Какой? Есть такое слово Искусство Вот Он искусный обольститель Ему это нравится Ему просто это нравится делать Когда Он обольщает христиан В первую очередь Что собутыльников-то трогать? А что их трогать? Они и так его Друзья там собираются Что с ним взять? Они там собрались Напились Поубивали Побили друг друга Ну и что? Они живут безбожники Вообще безбожники в мире Вообще Ничего не думают Не размышляют Кого Он обманывает? Их черт обманывать? Их чем Чем их обманешь? Обманывает именно христиан Поэтому друзья мои Какая для нас привилегия Печать усыновления Духом Святым Мы запечатлены Понимаете? И поэтому Дух Святой Всегда напоминает Иди почитай Иди Прикоснись Иди открой Это место из Писания Сколько раз в моей жизни было Дух Святой говорит Пробудись Иди подойди Открой место вот это Открой и прочитай Я не понимаю Еще раз читай Не понимаю Еще раз читай Господь желает Соединяться с тобой Когда ты начинаешь Размышлять и думать Друзья мои Поэтому Он присоединяется И двум ученикам Он также присоединился Когда он шли в Маус Понимаете? И они даже не знали Что происходит А мы-то думали Мы-то думали Мы-то думали Вот так вот и думают все Многие так думают сегодня А мы-то думали Что там Господь Там Господь Не верьте Дух Святой придет И все напомнит вам Где? Где Бог? Понимаете? Поэтому Иисус сказал Однажды к Самарянке Что Он сказал? Говорит Придет время Когда они в Иерусалиме Даже будут поклоняться И не на горе на этой Где вы поклоняетесь А где? А как? Как? Правильно Опять же Мы приходим к этому Знаменателю В Духе И в Истине Это есть Поклонение Нашему Господу Вот благодаря Духу Святому Который сошел В этот день Сегодня может быть Знаете Мы уже имеем его Да Но к некоторым людям Он приходит действительно В шуме Не в понимании Он не понимает Что происходит с ним Ему не остановиться Он забыл даже свой язык Он хочет перейти на русский язык А ему никак Он все молится И молится И молится И молится И все Никак не остановиться ему Другой насмехается Говорит Сектант Ну и пускай говорит Подумаешь А мы должны быть Непоколебимы И стоять За истину И поклоняться ему В Духе и в истине Амин Поэтому мы с вами Сегодня и поклонники Друзья мои Это очень важно Пусть Господь вас Богословит всех И поможет нам Дальше следовать за ним И уповать только на него Господь Он Милостивый И поэтому Явил свою милость Через имя Иисуса Христа Он любит Всех Он всех любит Все народы любит И поэтому Кто принимает его Тот написано Спасется Амин Аллилуйя Дорогой Небесный Отец Мы прославляем тебя Славословим тебя Ты достоин всей славы Хвалы и поклонения Дорогой Небесный Отец